Учите учителя, не ищите школу, учите учителя, который даёт свет. Говоря о проблемах современной школы, обратимся лишь к тем, что касаются сути преподавания. Дети не любят читать, не понимают заданий в учебнике, не решают задачи, не умеют считать без калькулятора, неграмотно пишут, не могут самостоятельно делать домашние задания, не знают историю Отечества, да и вообще не любят школу. В законе так и говорится, что родители имеют право, изначальные, богом данное, воспитывать своего, и обучать, образовывать своего ребёнка. Аттестация нужна, либо для того, чтобы вы получили потом аттестат зрелости в 9 классов и в 11. Сейчас даже за границей в литрных школах используют стальность наработки, стальность учебников. Особенно математика, у нас очень сильные инженеры, очень сильные инженеры, физики и химики. Мы подбирали очень много разных школ, ко мне часто обращались, подружки приезжают, говорят, что они тоже на семейном обучении, тоже выбрали такую форму. И так как оно в России только по закону просто обсуждано, но люди про это познали и так активно используют, активно используют недавно, вот так вот массово, да. Представили везде писать, а может интернет так развивается, что сейчас везде пишут и говорят. А оказывается, 93-го, 96-го, это форма семейного обучения, она в законе прописана и можно пользоваться. Когда мы стали искать, ничего, кажется, нет, учебников нет. То есть бери вот учебники, которые из школьной программы, покупай в магазине, ехай домой и начинаю делать то же самое, что в школе, только дома. Ну, наверное, это не совсем семейное обучение получается, если делать то же самое, только дома. Наши дети ходили в такой, нам казалось, такой замечательный детский сад, мантисори. То есть они занимались с самого раннего детства, сначала дома, вот, там, дочь первая родилась, там, какую-то книжку ее нашла, еще не знала, что есть. Вообще, мы в какой-то групп, какой-то, и какая-то школа, и развивающиеся какие-то занятия, то есть просто нашла книжку, прочитала, мне все понравилось. И стала дома заниматься, потом оказалось, информация пришла, что, оказывается, у нас есть какой-то групп. Мы пошли туда, занимались там, вот. Потом оказалось, что ребенку нужна наша дочь, ей нужна общество, ей там. А зимой не было надежного, ей так было грустно. И вот она говорит, мама, там, давай, вот эта мама, такая благоводная, вот, от этого общения, ей было 5 лет, и мы решили дать ей детский сад вот это. Так как она в этой системе росла, мантисори, ну, и она пошла в детский сад. Ну, там, было и хорошо, и, ну, по-разному было. Ну, наверное, это лучшее, я могу сказать, это, наверное, лучшее из того, что может предложить город для работающих родителей, у которых, ну, нет вариантов других. Ну, наверное, просто Софье повезло, у нее была замечательная воспитательница, которую она типа вспоминает. Вот. Ну, Софья ушла, и как-то, ну, сын ушел, они были в одной группе, вот у них разница 3 года, и он тоже понял, что он должен выпускается, и выпустился. Ну, как-то, да, так вот, пришел и сказал, я все, уж тоже выпускаюсь. И стали, там, у них школа есть, начальная, мы думали туда, потом думали, как дальше, не совсем понятно, потому что школа, она, наверное, опять же, не для всех мантисори, школа, как мне виделась. Может, я не совсем разобралась в этой системе, потому что, вот, если, например, она не захочет подойти и заниматься, например, вот этим материалом, и не освоить облицу машиня, как-то нужно что-то по-другому придумывать, да, а вот в этой системе, там, именно вот так вот, нужно вот этот материал, весь его, ну, дочь у нас такая, малаш, ну, и вот, мне очень помню, супер на глазах. Вот, ну, наверное, нужно было что-то другое, ну, мы отказались, чтобы не пойти туда в школу, были разные варианты, искали школу, даже вот, вплоть до того, что я искала обычную школу, в которой будет хороший учитель, он же там один должен быть, ну, в начальной школе, да, вот. Ну, не нашла его, учителя. А по каким критериям вы искали хорошего учителя, по каким, ну, вы же не знаете? Человечность. Ну, вообще, да, в школе был, в детском саду был психолог Наталья Владимировна, мы с ней очень много разговаривали, я у нее спросила, а как вообще оценить? Я же, как бы, вижу, да, они все красивые, они все пришли, там, вот, рассказывают, нам всех слушают, они нам показывают все красивые стены, там, что-то у них там еще, да, какие-то блокады, какие у них там парты новые. Но установка, она же, как бы, ну, духовная должна быть. Были родители, которые на год старше детки, да, и они уже рассказывали, как они выбирали свои школы, как они просто приходили в школу и смотрели, что там происходит в группе продленного дня, как там, вот, перемещение детей, как они там общаются. Ну, то есть, мы поняли, что нам это не подходит. А почему психолог вам сказал? Психолог сказала, что нужно задавать определенные вопросы. Конкретно учителя, да? Да, то есть, вот, вы, как бы, вот, вам показывают, да, вот этот учитель, вот, он сейчас набирает, ну, поэтому тут и сидит, да, их там, вот, много, да, директор, зауч, и вот эти учителя, вот, у них, да, они ведут набор, и им задавать конкретные вопросы. И по тем ответам, которые будут давать эти учителя, можно будет, ну, какое-то мнение сделать, ну, наверное, еще как-то сердцем прочувствовать. То есть, тот это человек или нет, потому что, ну, все равно, как бы, наверное, можно понять, он отвечает искренне или просто, чтобы вот красиво. Посмотрела, послушала мнение, то мы нашли какую-то еще, там, одну школу, вот, то мы решили вообще оказаться от всего. Пришли всякие разные материалы, там, какие-то письма, какие родители, семейное обучение, вот. Вот, ну, и, как-то было очень страшно, честно, очень было страшно. Мы не взялись в руки, мы подумали. Первые четыре года. Что вам нужно? Я говорю, давай сначала мы откроем и посмотрим, что вот в программе, ну, за четыре года, ребёнок должен, по сути, знать. Неужели мы, получившие 10 лет образования, потом вот в институт, с институтов мы вышли, да, имея, родители, имеют высшее образование, не могут ребёнку научить, ну, как бы, элементарно обещал. То есть, если нас учили хорошо, мы этому научим. Если нас учили плохо, какой смысл продолжать? Делать то же самое, вот, ошибку, вот, то есть, поколение, поколение. Может, имеет смысл обучиться чему-то? И, ну, стала приходить разная информация, там, кто-то какое-то письмо скинет, кто-то какую-то книжку написал. И было перебрано много информации, мы отказались вообще от всех в школу. Это был залог, залог, огромный резонанс у старшего поколения в наших родах. Они, ну, просто, ну, не поняли вообще, вот это, как это вообще возможно. 1 сентября в школу, и, ну, уже три года, вроде бы, как они так медленно свыкаются с мыслью. Ну, а, как бы, было самим сложно, ну, и плюс, вот, такое, как бы, непонимание, конечно, да, вот, советская школа, она самая лучшая. А вы, что-то тут... Ну, только, сказать, плод уже не стало. Да, и, ну, как бы, аргументы никакие, да, то есть, очень много было, много прочитано. Какая была школа, когда она стала меняться, почему она стала меняться, какие реформы произошли, какие реформы произошли в 17-м году, какие реформы произошли во время Великой Отечественной войны, чем занимался Сталин. То есть, вот это все, и это все уже не расскажешь, и не нужно уже никому это рассказывать, просто есть представление, как... И мы выбрали для себя советские учебники, переизданные сейчас, вот, какие были лучшие в то время, именно вот при сталинском времени. Ну, собственно говоря, мы и знаем, да, что во времена Сталина, да, и потом, вот, остальные правители, они же пользовались теми учеными, которые учились во времена Сталина. Они потом выросли, стали инженерами, повели ракеты в космос, придумали компьютеры и все такое. Ну, то есть, для нас это, вот на данный момент, да, для нас это какой-то такой показатель, вот, потому что... Добрый день. Здравствуйте. 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 Ничего не жду. Здравствуйте. Ну, сейчас даже за границей в элитных школах используют в Сталинаские наработки, в Сталинаские учебники. Особенно математика. У нас очень сильные инженеры. Очень сильные инженеры, физики и химики. И эти учебники, ну, они будут миши. Но нужно очень сильно на них смотреть. Потому что они... Мы вот тоже на домашнем обучении, мы тоже Сталинаские учебники заказали, сейчас есть возможность, например, и сейчас поставим к учебникам этот обучение. Они, да, то есть я сначала, ты тоже к этому не сразу пришла. В первом классе, то есть если уже мы выбираем семейное обучение, вот как мы выбрали, да, только про свой опыт могу сказать, у кого-то по-другому. Вот наша подруга, она, ей пришлось учителей взять. Не может она, не получается у нее, хочется своего ребенка найти. То есть вот читать вместе, играть вместе, да, но как только мама пришла с какой-то книжкой и сказала, доча, сейчас мы все, доча сразу все там погасла, потухла и доча сразу начинает. Ну не может. Пришла учительница. Пойдем с тобой. Она раз и сегодня пошла и сел, и делает. Думаю, для нее такой вариант. То есть, как бы на самом деле. Она, наша дочь, тоже полгода, первые полгода, в первом классе, она вообще не понимала, что я к ней. Чуть-чуть не хочу. Вот так вот написала, и это хорошо. Начиная с таких букв и видела строчки. Ну я, конечно, тоже дала ей такие тетради, где там строчки, ты не увидишь, да. Потом я поняла, когда открыла каллиграфию, чисто писание, как-то все было. Что сейчас тетрадочки есть, с тонкими-тонкими линейками, косыми. Вот такие тетрадки, она косыная, 6 летом. Вот. Вот с такими линейками. Такие видно, да? Ну это да, для 6-леток. Сейчас вот есть русская классическая школа, она слышала такую. Ну, можно потом посмотреть, не помню, но что-то. Просто, то есть это продукт, который производит, переиздает советские учебники русско-классическая школа. И для нас это было, потому что мы распечатывали учебники из интернета, они как-то, ну там, ну просто бумага, конечно, она как-то крепится, не очень хорошо. И потом вот нашли, что русско-классическая школа стала издавать эти учебники. Мы стали учебниками пользоваться. Все эти уникальные сайты, как называется, русско-классическая школа. Там можно все-все-все посмотреть и много оттуда для себя взять. Вот. Их даже учебники заказывать. И можно уже не искать по всему интернету, где там, на каких сайтах, где-то что-то выкладывают. То есть люди сейчас уже, ну, резина достаточно, мне кажется, отъедемые. Ну и вот первый класс, пчелка. То есть они даже, в принципе, сохранили. Единственное, только что они переработали. Такое, ничего отвлекающего. То есть когда мы подбирали учебники, ну, естественно, пошли в магазин. Вот были. Там какие-то гномы там. Разноцветные какие-то вот там все. Дочь еще в первом классе занималась. Не пара таким учебником. Занималась в первом классе. Но она все время говорила, мама, что-то вот они как-то вот... А во втором классе, эта же серия учебников, она пошла там какие-то деструктивнее, мне кажется. Ну, с моей точки зрения, деструктивнее. Она сразу бы заметила, она сказала, мама, почему пчела на пчелу не похожа? Почему у нее зубы, например? Почему она в каких-то штанах летит? Зачем она вообще здесь нужна? Если здесь пройдет, сколько бочек меда, тому задача была, да? Зачем здесь такая странная пчела, которая куда-то летит, с какой-то ложкой, с языком высотой? Это очень странно. И она... Мы стали заклеивать. Мы потом поняли, что это уже не математика, а вообще что-то непонятное. Да, вот. И мы во втором классе, значит, нашли вот эти учебники. Стали заниматься в лагерь. Значит, возвращаюсь в первом классе. Она, и скорее всего, у многих-то, наверное, ребенок из детского сада, вышел, и он играет. Мне куда-нибудь надо. Ребята пришлось. Духа. Тут брак подрос. И вот они играют. Духи говорю, давай, давай, давай. Ну, как бы, ну, давай, что там, ну, там, напишем что-то, да? Какое-то словарное слово напишем, да? Давай, ключи. Я умею писать на дискомсотру, ну, вообще, ну, пиши, как ты умеешь писать, я с нее столько не привязала странки, как она писала. Она написала, и ей нравится. Шопа линейки, начиная с такими буквами, заканчивая, такими, как раздвестилась. Красиво. Синдия, да? Там с такими. Красота. Мне нравится. Да. Это же не подходит. Я думаю, боже мой, если бы она была в школе, чуть-чуть. Она действительно научилась писать буквы в детском саду, но букву нельзя так писать. Там есть определенные правила, да? Где, куда ставим, откуда начинаем. В детском саду этого не было. Просто вот, ты видишь букву, ты должен ее как-то повторить. И вот откуда ты начнешь, не важно, лишь бы она была похожа. То есть, каждая по отдельности, все буквы были похожи на себя, их можно было узнать. Но в письме это было, честно, это было ужасно. Вот. Я стала искать, а как вообще, что-то же надо делать, так как это. Я поняла, что сына мы так учить точно не будем. Сначала научим как-нибудь, а потом будем переучивать, как надо. Это ужас. Вот. И поэтому лучше сразу показать, как нужно, чем потом, потому что она мне говорила, я знаю. Вот я все знаю, что ты мне тут... она вот так вот пишется и все. Ну, я... Ладно, иди играй. Семейное мучение. Воля. Терпение, да. Сижу на кухне, штудирую тетрадки, смотрю, как это вообще надо. И смотрю, вот методички, очень важные методички. Не сам учебник, а еще методик, по которому. Они там играют, какие-то дома строят, там что-то, они там вообще школа-то. Ну, где им нужна. Да, я думаю, ну, там читать она чуть-чуть умеет, там написать, там что-то там. Посмотрела, что нужно, да, по-русскому и что нужно по математике. Думаю, бог с ним, что она там умеет, как бы освоит. Занялась методикой. И первые полгода она, в принципе, только играла. То есть мы выработали расписание, во сколько нужно примерно пробуждаться. Это не всегда было так, но они знали, что это так, и знали, что сегодня они не проснулись в это время. Вот. Но они хотя бы понимали, что у них есть образ. Потому что я поняла, как бы почитала разные методики. Есть вот, люди путешествуют много, и вот ребенок в этот момент заинтересовался чем-то, и они ему раз, и начинают об этом вот уже рассказывать. И это вот уже знание. Я так не могу. Я думала, что это здорово, но я получила, что я так не могу. То есть я должна обладать огромным количеством знаний, чтобы здесь тут же сразу эту энциклопедическую вытащить и что-то ему там рассказать. Я поняла, что мне нужно тоже готовиться, несмотря на то, что у меня есть два образования после школы. Ну вот, не могу я так. Не могу я столько света дать, мне нужно все это прочитать, 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 а потом тоже как-то идти своими словами рассказывать. Где-то, когда-то я могу отклониться, да, или сказать, сейчас не готова, могу подготовиться, давай вместе посмотрим, где это. А так вот не получилось. Поэтому я поняла, что это нужно. Нам нужна структура. Тогда они понимают, что нужно проснуться, мы делаем гимнастику, умывались, они себе вешали какие-то полотенца там. В общем, то есть это все, почему я сейчас об этом рассказываю, это все, наверное, их двигало к школе, хотя это странно. Да? Вроде бы, школа там открыл и начинаем. День плюс один. Получится два. Суру. Два явно. Два минус один, это один. Но они из букваря делали гимнастику, очень много вот тратили на все это. там какие-то включала я их там в переменках легкие, там буквально по 15 минут ее внимание можно было угречь на что-то. Какие-то книги мы много читали, много классики прочитали, классические книги. Вот вообще считаю, мое мнение, что русская классика, русские классические книги, которые были написаны и 19-й век, и 20-й век в хорошем исполнении, не в современном, нужно очень внимательно смотреть какие-то картинки, да, можно на гублитеку ходить, там их нужно все прочитать. Пока они, как читают медленно, я читала их сама. Очень много есть аудиоконцертов, хороших, качественных, еще в ко времени сделанных. То есть дети знают, ну, собственно говоря, может быть, треть классической литературы, которая была написана. Потому что они ее воспринимали. Что-то можно на ночь ставить, что-то можно так читать. Иногда они вообще кто-то, а что ты там читаешь? Ну, Мороз ты читает, Даевский написал. Ой, а давай ты будешь там читать, а мы будем тут играть. Ну, давай. Ой, а давай ты, ой, слушай, какие-то картинки, вот они уже сидят. Уже собрались. Вот. Тут же там мы про Македонского что-то открыли, посмотрели, закончили, поговорили о духовной стороне, да, а потом медленно, потихонечку мы стали переходить. Ну, понимаешь, надо же все-таки чуть-чуть, да, позанимаемся, вот немножко хотя бы. Вот. Ну, давай, ладно. Ты понимаешь, мы же выбрали такой, как бабушка переживает, а вот она спросит от чего-то, а вот мы что ей скажем? Ну ладно, давай, пожалуйста, это ладно. Русский язык мы выбрали вначале, посмотрела я там разные современные учебники, тоже как бы, что-то как-то, мне было непонятно, там непонятно правило написано, лично для меня. мне нужно, мне нужно, чтобы было понятно. Вот тема, вот это правило в синие рамочке, вот тут вот упражнение, упражнение должно быть позитивное, не веселящее, а позитивное. Вот. Красивые слова должны быть, то есть, то, что ребенок читает, и у него светло на душе. И вот, брат учился, как бы младший, да, и от него вот остался этот учебник, закажутник, он для трехлетней школы. Сейчас, как бы, четыре года учится в ночи, но он для трехлетней школы, там больше взято, да. Так вот, хочу сказать, что она его весь прошла, за полгода она прошла его весь. По сути, вот сейчас в третьем классе мы делаем еще то, что она еще в первом классе уже тогда взяла. То есть, там настолько все понятно, и настолько все красиво, что она говорит, ты мне будешь читать, я буду слушать, а потом я напишу. Вот. Все понятно, все разумно, и мы на нем остановимся. Кто-то нам предлагает, ну, чего-то вот дают, я думаю, наверное, русский язык со своими правилами не сильно изменится. Почему-то, например, там вот лошадка похожа на лошадку, дети там похожи на детей, они там садят деревья, что-то делают, да, а вот современные учебники, они не все такие. Поэтому здесь мы тоже остановились в первом классе именно на закажутниковой. но потом мы достаточно хорошо закончила, хорошие у нее были, наверное, там, она за полгода, первые полгода она вообще не подходила к письму, там, вот писала как-то. потом по разным там всяким каналам, там сайты есть, вот еще классические беседы сайты есть, вот там я нашла методику Илюхиной, как она, это учительница, там, с 13-летним стажем, как она, она рассказывала, как она про своих детей, там, она в первую очередь, в начальную школу, как она обучала своих детей письмо. То есть есть разное мнение, нужно так или не нужно, но вот она пришла к какому-то такому вот пониманию, что букву можно разобрать на запчасти, и она состоит из определенных частей, но обязательно нужно писать вот именно в таких вот линеечках, потому что вот эта линеечка, вот сама вот эта клеточка, это домик для буквы, она не может быть ни больше буквы, ни меньше, они должны быть все одинаковые, когда ты учишься, и тебе понятно, и когда вот, мне само стало понятно, когда я прочитала, где должна начинаться буква К, где она должна заканчиваться, откуда мы начинаем вести ножку, докуда мы ее доводим, и откуда мы ведем нижнюю часть, и когда я стала так писать, я стала писать сама. В школе как-то было, ну, вот по-другому, может, я что-то пропустила, когда мы писали. В школе не было таких линейчиков, ну, в школе были линейчики вот такие. А или если надо дать скину, там и было? Нет, вот такие были линейчики в школе. Вот такие. Сначала была пропись, это была рабочая строка, вот это была дополнительная строка, и вот такие были раз, и там через километр два, вот так. Вот. Тебе надо написать. Ну, вот, если ты как решишь, да, то есть хорошо. А как, когда, куда она начнется, кончится, потому что, понимаете? Я, например, не понимала, где она закончится, когда она должна начаться, и что происходит. Когда у нас есть четкая траль, еще и вот так, я точно понимаю, что как, это вот отсюда, вот сюда, и вот отсюда, вот сюда, и точно до середины. Это просто графика, да? И вот, и он вписывает. И вот, там немножко, правда, у нее свет с эффектами Глебухиной, тоже там, гномик, там что-то, вот она как-то пыталась идти, но она работала на класс. Дети разные, возможно, кто-то действительно, кому-то нужны были какие-то гномики, она там рассказывала. Вот. Я пыталась там тоже, там, через эти гномики, но чувствовала, что, наверное, нам этого не надо. Вот. Ну, я взяла суть оттуда и показала, как каждая буква пишется. И мы прописывали каждую букву. Она поняла, то есть, из-за того, что она уже умела писать, как-то, она очень быстро все схватила. И к концу первого класса, когда написала учительница контрольную диктант по русскому языку, она, боже, ну, как вы пишете? Я покажу, там, пятиклассникам или шестиклассникам, то есть, вот это, да. Ну, пришли вот этими линейками, вывали из стоп, нужно было там диктант написать, вот, на листке, вот, на каком-то, ну, да, мы пришли со своим, я говорю, можно, со своим листком пришли, потому что, как бы, еще вот, она не пишет в таких вот широких линейках, несмотря на то, что третий класс, все, она вот, то есть, там понятно. И нам стало так понятно. Вот, возможно, кому-то тоже будет эта помощь. Вот. То есть, все эти соединения, все, то есть, можно просто взять ее методику и почитать. Есть, а потом в третьем классе, когда я, мы уже стали заниматься, во втором классе, когда мы стали, я уже стала заказывать учебники русской классической школы, вот так выглядит, методички, ну, это по арифметике, вот, и вот так выглядит методички по чистописанию, то есть, там прописи есть до восьмого, что ли, класса, то есть, они действительно очень красивы, это для третьего класса прописи, здесь уже, ну, то есть, здесь такие буквы, они тоже, как бы, графически нарисованы, и некоторые, ну, буквы, мне даже казались очень, например, буква И, мне она казалась какой-то, простопыренной, но за счет того, что ребенок должен ее положить вот в определенной рамке, и чтобы у него это получилось, пока еще рука не очень слушается, ему вот эти рамки нужны, а потом, когда вот это все убирается, и уже есть навык, можно букву И уже такую вот растянутую не писать, но, несмотря на это, все-таки, они выглядят, ну, я бы сказала, ну, эстетично, то есть, ну, это третий класс, здесь уже посложнее, здесь вот на одну букву, дается целый разворот, и дальше, вот это все пером, она все это рисует, ну, макалочка такая, вот там можно заказать, и на сайте у них, и перья сейчас их, почему пером это как-то лучше? Пером, ну, вот, есть такой, ну, там, не знаю, ученый, врач, там, и, ну, много у них там всяких викарий, Базарный, Владимир Филиппович Базарный, я тоже посмотрела его, почитала, о чем он говорит, по-анкому его прочитала, он говорит о том, что, как раз, вот, введение, вот, обычной ручки, обычной шариковой ручки, привело через год к тому, что, учителя, они стали обращать внимание, это где-то произошло, где-то в начале 70-х годов, что-то такое, или, ну, где-то в 70-х годах, так, то есть нам сказали, что, ну, что вы там, вот, вся Европа, там, уже западный мир весь пишет, а вы, что-то, вот эти, с чем это надо, да, я вот еще помню, училась, там в парте, вот такая дырочка, и там чернильницу ставили, вот эта вот, такая парта была, то есть, как раз, вот, сберегающей, здоровье, технологии базарного, то есть, наклон, чтобы, потому что ребенку тяжело сидеть, да, и наклон должен быть определенный, то есть, именно определенного, вот, Саша сделал нам, Софья, такую парту, но она может состоять, а может, может, ей кто-то просто конторку делает такую, ну, вот мы решили, что нам тоже это надо, почему бы и нет, вот, и, когда он пишет ручкой, если вот, интересно кому-то, кто-то может просто, я не помню, есть ли у меня эти статьи, сохранились ли они, потому что я читала там книгу, там пару книг он заказал, почитал, вот, и у него есть много на ютубе, просто набираем, ну, Владимир Филиппович, и там очень много его, что, семинара, да, даже не семинар, он просто там в беседах, да, он рассказывает, и он, у него же была лаборатория. И у него есть все подтверждение. То есть на данный момент вот у нас в России его технология по сбережению здоровья школьников это самая лучшая передовая и она принята. И любой родитель может прийти и сказать а почему у вас на вот ручку на нее не получен сам пензаключение? А вот на ручку макалку есть. Мы можем это... Мы же так не будем делать, да? Придем, как ребенок будет научиться пешком. Если мы придем, мы скажем, что-то Линду придумали. Так, значит, шариковая ручка если его послушать, да? Она работает таким образом шарик и здесь чернила. То есть мы давим шарик должен прокрутиться и тогда намазать нам надо написать. То есть ребенок начинает давить. Вот у него тут все белеет, вот тут все напрягается. И вот эта сторона у него потом шея, все это. Потом, ну там большие потом проблемы. Соответственно, питание мозга идет уже, все нарушается. Идет нарушение кровопрощения, да? А, соответственно, как бы напрягаются и мышцы. Это все потом перетягивает все тело. У нас же не бывает ничего лишнего, да, в организме? Вот. А когда мы пишем перо, перо, оно состоит, там, два кончика вот таких. И мы макнули, туда же расслабился. Он берет. Если он поставил перо неправильно, оно не будет писать. Он будет шарик и царапать. Если он надавил сильно, чтобы вот это напряжение возникло, у него вот так просто разорвутся кончики, оно тоже не будет писать. Есть определенный нажим. И эстетично это получается действительно красиво. Вот. Ну, перья нужны. Для начала очень твердые. Звездочка раньше назывались перышки. Вот в русско-классической школе их можно купить, они стоят там всего 40 рублей само перышком. Законечник, да? Может, его еще где-то можно купить. В Владивостоке я там нашла тоже там за 40 рублей. Арклавка. В Арклавке, да. А там прям звездочка, советская, там прям звездочка выдавлена. Да. Оно твердое, потому что я купила французский пей в концептуале. Сын у меня сразу ему все написал, и теперь ими никто писать не может, потому что там все завертилось, а вот так, потому что своей сильной рукой там черчок там какие-то, да, потому что мы прочитаем прочитаем какой-нибудь отрывок, то есть вот как Лейбер Филиппович в первом классе мы так занимались, забиваем альбом, Филипп сказал, я тоже хочу. Вот у них были альбомы, плотный, с хорошей бумаги, чтобы не расползалось. И вот они макают, я прочитаю какой-то отрывок, и они потом фантазируют и его рисуют. А когда мы рисуем, мы же рисуем вот именно вот такими вот, вот такими волнистыми всякими линиями там, Солька там какие-то потрясающие вещи рисовала, конечно, вот, то есть развивается фантазия, да? Пером, пером, да, пером, прямо, вот это, собственно говоря, техника рисования, одна из техник рисования, когда мы такими вот этими штрихами рисуем. То есть он тоже начинает, предлагал именно в своей одной из книг, вот, читаю книгу, называется книга, грубая такая, вот, предлагал начинать урок именно так. Но там, правда, 10 минут он предлагал, он сказал, растяжились, вообще-то, как бы, я тут творю и меня не трошу, а я тут царя-салтана рисую с этой, с лебедью. Вот. Очень, ну, вообще, на самом деле, если его послушать, да, то есть я, как бы, вот, промиклась. Мне показалось, что это более, такая, ну, более правильный подход. Вот. Софья тоже мне сказала, ну, мама, ну, вот, есть же всякие, там, капиллярные ручки, там, всякие, да. Я говорю, ну, давай посмотрим, вот, смотри. Вот сначала было гусиное пиро, да, там, там, было чиняли, потом вот такое металлическое, все-таки ступо гусей-то надо, она не попортится, металлическая, да. И вот ручка. Я ей нарисовала вот такую элементарную схему, ну, начиная, хотя бы там, слуха, вот сейчас, какой год у нас, 2000, там, какой-то, 16-й. Я нарисовала ей, поделила на, я говорю, сколько там, тысячелетия, да, поделила еще ей на века, ну, посчитали. Ну, я ей говорю, вот, смотри, сегодня у нас какой? Ну, вот, а я буду родилась вот так, а вот начинали писать. Вот, говоришь, вот это все писали пером, а вот здесь вот, стали писать, вот такой ручкой. Как ты думаешь, как бы, есть какой-то опыт вообще у людей? Она такая, ну, да, ты знаешь, было такого много, там, столько поколений, там, столько веков, столько тысячелетий, все-таки еще говорили, причем у нас же были еще тысячелетиями двухтысячного, еще раньше, коснуться, да, как будто это первое, Смею наше, да, как бы, где-то исчисление. Она задумалась, она такая, да, действительно, наверное, что-то в этом есть. Тем более, им очень приятно писать. И когда ты пишешь, у тебя уже не получается написать как-то коряк. Просто не получается. И каждая буква, нужно ее делать остановку. Конечно, это не скоропись, как делали в школах. Поэтому в школе придумали вот это скорописное письмо, когда нужно, вот, тут его немножко описано, когда нужно сообразить, куда они заходят, где выходят, где соединиться, какую букву по нескольку раз здесь провести, нужно, пишем букву там, потом возвращаемся, поэты, да, я когда возвращалась, мне сказали, что-то не там возвращалась, а я там возвращалась, такие лельсы были. Ну, проблема, наверное, не только у меня такая была. В общем, поэтому мы выбрали. Сейчас она пишет пиром, всегда. Мы способили там эти самые подсвечники, потому что невозможно сейчас даже найти нигде чернильницу, пили такие хрустальные подсвечники, вот они большую, кусочечку сделали, потому что из большой банки она темная не видно, раз, да, и там пальцы все резные. Вот, но потом можно переходить, вот как русская классическая школа, они тоже используют перо. Вот здесь она тоже об этом пишет, Керина Горячева, в своих методичках, почему они это используют. У них тоже есть аргументы, и потом они предлагают уже такую автоматическую чернильную ручку, вот там, там, либо картридж вставляется, либо это. Вот, софер в математике пишет такую ручку, но иногда и перо пишет. А, что касается русского языка словесности, она все пишет, вот перо мне нравится. То есть мы никуда я не тороплю, но она буквально укладывается. Во втором классе, то есть первый класс мы закончили, закончила она и вот, ну, с приятными для нас такими показателями, вот, полгода сила училась, вот, потом она во втором классе она уже поняла, что в ней нужно, и, значит, что мы делали? Мы, русский, русский, математика и чтение, ну, как-то маловато для семейного обучения, нужно же там, у них там окружающий мир, мы там смотрели, на самом деле дети не живут в западном пространстве, на наших крайних случаях так не жили, они уже очень много всего знали. я брала окружающий мир, чтобы вообще смотреть в голос, и как вообще там происходит все. Я смотрела, что там очень многие вещей, ну, по сути, как бы, ребенок их уже знает, может быть, как-то не так рассказано, поэтому вот книги окружающий мир, сейчас есть такой предмет, но как бы у нас вообще нет. Я заказала вот такие вот книги, купила, мы поняли, что они гораздо важнее. Сначала это были вот такие книги. То есть я пользуюсь, мне нравится вот лабиринт, магазин книжный, там, как бы, у нас в Владивостоке, ну, то есть если я такую же сумму беру, там, полутора тысячи, у меня, как бы там, скинка, доставка, и все, и бесплатная доставка, да? Ну, там я пользуюсь. Я когда набирала, какое-то количество. Вот, замечательные книги, замечательные иллюстрации. Можно вот это посмотреть. Это было наше естество знания, ну, и его, из окружающего мира, где там все про праздники, каких-то там, ну, про все подряд. Мы решили, что будем как-то делить, естество знания, это звали, смотрим мир. Здесь очень красивые картинки, вот. их несколько таких книг, дети с удовольствием представлены, они могут понять, что вот эту шишку съела мышка, вот эту шишку съела белка, а вот эту дядя выгодил. Потому что там, да, там вот настолько все понятно, подробно, ничего лишнего, что потом просто нужно идти в парк, собирать и наблюдать. они приносят там, приносили нам там разные всякие какие-то камни, там, каких-то, ну, с этих шишек, коробок полных, всяких, с этих шишками, листочками, цветочками, травм, там, гнездонами, все листуют домой, все собирают, какие-то коробки с подробов, там, еще чуть-чуть на подписываем, на полках раскладываем. Вот. И, как бы, смотри, мам, где же эту шишку мышь, съела, потому что она вся обрезанная. как бы, то есть, этот подход нам был более приятный, потому что он интересен. И не нужно хватать ребенка там, тащить, пойдем, я сейчас тебе буду рассказывать, что такое 23 февраля. Вот, потому что у нас сегодня тема такая, 23 февраля в окружающем мире. Или, например, 8 марта. Или, например, там, какого-нибудь деятеля, у которого ребенок еще как бы не дошел как бы своим, вот, да, нам так было интересно. Мы начали с природы. Потом мы подключили, вот есть еще такой замечательный, он называется «Божий замысел», ну, может быть, как будто христианское научное издание. Здесь 12 книг по естественным наукам. То есть, первые книги, которые мы выбрали, вот эта она потом только стала у нас популярной во втором классе, «Планета Земля». значит, «Мир животных» и «Мир растений». Они сначала что-то не хотели, там, что-то... Значит, чем эти книжки мне понравились? Они, может быть, это, ну, как бы недорогие, но они не очень хорошего прошивка здесь, они расклеиваются. Потому что эти книги предназначены для детей до 8 класса. То есть, здесь каждая тема, то есть, она рассчитана на 30, если один раз в ней заниматься, 35 уловков. То есть, всех от 30 это учебный год. Здесь есть первый, второй класс это знакомство. Ну, по большей части дети уже как бы уже просто это знали. И поэтому вот этот первый, второй класс мы просто пропускали. Даже Филипп, он уже как бы многие вещи просто знал и не стоило ему даже вводить эти знания. Мы брали третий, пятый класс. Вот, значок. Ну, а вот там, где уже, то есть, получается, гусеничка, куколка и бабочка. Шестой, восьмой класс это уже для детей, которые самостоятельно будут изучать. То есть, каждый вид науки, он изучается как бы курсами. Сначала мы знакомимся с понятиями изучаем, как они называются. Потом мы про них узнаем что-то больше и подробные какие-то там, потому что очень много терминологий, которые он ее уфлышал и как-то он забыл. Ее надо повторять. И в третий риток уже какие-то там практические работы это уже больше направлено для самостоятельности. Например, пятиклассник открывает, шестиклассник и читает. он это все пропускает, его ничего не надо. Он открывает свою конкретную где бабочка и начинает читать, смотреть, задавать в конце вопрос, выполнять практическую работу. Очень хорошо у нас работали опыты. Первое, на чем они зацепились, потому что они сразу сказали, ой, ну бабочка, мы конечно будем про землю слушать, мы сейчас будем поиграем. Пошли, гражданин. Вот я думаю, это земля. Я говорю, вот так, вам придется выбрать, в любом, у нас есть книги, какую выбираем, животное, растение, земля. Ну давай про животных, у всех эти выбирают, давай про животных, это животных, это поближе. И мы стали про животных изучать. Первое, что нужно было сделать, это нужно было сделать клетку. Как отличить животное, это или не животное? То оно так бегает, прыгает, а есть животные, которые не прыгают, тут белые, но они животные. Как вот понять? Оказывается, клетки у них разные. Мы изготавливали клетку, здесь все написано, как это сделать. Мы взяли желатин, взяли пластилин, все это там, вот это самое, вот этот цитоплазм, вот этот пакетик, это клеточная стенка, мембрана, да, вот это вот сейчас мы, вот эти вот, две клетки, одна растительная, другая животное, да, вот это вот, хлоропласты, они зелененькие, а в розе там есть эти самые, они уже не хлоропласты, они уже не хлоропласты, они там растили, они, например, красные, срушены красным цветом, вот они это все туда закидывали, но вообще мы делали пластилином, здесь написано там изюм использовать, но как-то мы вот это решили, что-то кушать не будем, поэтому решили пластилина бросать, вот мы это все налепили, все туда бросили, они там каждый свое делали, свои желатели, далили это все, и вот их как-то вдохновило, мне сказали, мама, опыты этого вообще, давай будем делать опыты, я поняла, но здесь не на каждый урок есть опыты, а душа очень хотела опыты, поэтому я нашла еще одну книгу, не могу найти ее, чтобы купить, потому что ее почему-то, вот она там есть, но ее купить нельзя, потому что ее нет, она когда-то там была, и когда она будет, нет, потом она вот, в котором классе, строение клетки, да не потом, вторая часть, это ее нужно было потом еще вот так нарисовать, сделать эти клетки, наклеить, они там все ее вырезали, вот, два часа это все это у нас было, вот, чем отличается, одна клетка от другой, здесь нет очень сильных подробностей, но хотя бы представлять, да, вот если, например, возьмем какую-то клеточку, и посмотрим ее под микроскопом, то мы сразу поймем, здесь есть четкие отличительные черты, и это такие знания, как бы фундаментальные, которые вот мы раньше в школах не давали, в начальных классах, это где-то вот биология там начинается, про растения, пятый класс, почему-то дети растения сразу куда-то отмели, а животные это зоология, они там, ну там же стоит, там никакой, потом уже анатомия, вот, поэтому, ну не знаю, может быть так тоже правильно, но вот у нас вот так пошло, так, сначала с животных, а потом я потихоньку подсунула им, да, уже и все остальные, да, вот, и как-то они потом, вот так, о, земля, там, да, очень, конечно, помогает, вот у меня есть компьютер, этот ноутбук, я там, визуализация, вот, это все должно быть обязательно, вот, и не только для наших детей, а в принципе, начальная школа, должно быть, вот, ребенок должен увидеть, посмотреть, что я ему буду рассказывать, про вот эту гору, которая там складка, я должна ее показать, как их завлекается, например, вот в планете Земля, лава, а мы посмотрели, как она выглядит, фильм говорит, давай еще будем смотреть, мы включаем ее в фильм, я буду смотреть, завораживающие движения, да, а потом под это, мы, здесь вот определенная тема, то есть я прям называю, там, урок такой, пишу, например, там, я не знаю, как с YouTube, что-то скачать, поэтому я пишу, например, там, в YouTube, там, ну, название, там, такого-то фильма, может через сколько-то лет, мы там еще лет, его там не будет, мы его находим, и я какие-то там, если вот фильм какой-то не совсем позитивный, я только выписываю, какие места нужно просмотреть, нахожу информацию, именно фотографии качественные, хорошие, все скидываю, потом, да, это занимает время, какое-то, то есть здесь есть, совсем чуть-чуть, и даются ссылки, где эти фотографии, но, я поняла, что нам надо больше, главное не засадить эфира, рассказать суть, и показать, когда я недавно спрашивала, давайте повторим, вот идем, когда база получена, я вот мы идем, там, Софья у нас кружево плетет, на клюшках, вот, я говорю, давайте, вот, мы пока идем, да, 10 минут, повторим, какие бывают вулканы, и мне сразу, Филипп, они бывают там щитовидные, там, астратовулканы, он же рассказывает, шлаковый конус, вот, потому что он помнит, как выглядит щитовидный вулкан, потому что он действительно необъятный, вот, оно урезается в память, и на пальцах это рассказать нельзя, как выглядела эта лава, которая текла, и как она в пемзу превратилась, и почему она там превратилась, почему она там дырочки появилась, почему она эту пемзу смотрели, то есть вот это все очень важно, многие педагоги об этом и пишут, о том, что, многие психологи пишут, о том, что образное мышление у ребенка, оно, помогает ему усваивать мир, если он не увидел, бесполезно, почему, собственно говоря, система, хорошая система образования, она, и потом сошла на нить, советская, потому что убрали образность, даже в старших классах она нужна, никто не, многие люди не понимают, что такое тангенс, что такое катангенс, зачем он нужен, куда я его применю, он четко понимает, как посчитать денежки у себя в кошельке, прикинули, сколько на забор нужно, площадь он это усвоил, но он никак не понимает, вот это куда мы еще идем, зачем, это же только умные, просто сидят и где-то считают, для чего-то, кто-то, наверное, понимает, но таких очень мало, оказывается, это все можно практически применять, но это как бы уже старшая школа, поэтому, даже там нам нужна, вот эта образность, и понимание, что я сейчас делаю, как я этот радиан буду измерять, как он выглядит, увидеть его, пощупать, нарисовать, и, а в начальной школе, так это вообще без этого не обойтись, поэтому я как бы сначала просто, так было скучно, а потом я стала уроки дополнять именно вот такими, и потом вот у меня вот на интернете, компьютер, есть прям целые бабки, это издание, санкеровый класс, я буду показывать сейчас точно, да, вот, математика, вот, образное представление, а все палочки не стало брать у нас? Сейчас, То есть, чтобы было понятно, что такое один, что такое десять, что такое сто, когда Софья чего-то не понимает в математике, она не, ну, ей непонятно, например, как умножить правильно, это все описано в методичках, именно вот хорошо купить учебник или найти его, учебник пчелка, учебники пчелка, они очень замечательные, на самом деле, это вот третий класс уже сейчас, то есть, в магазинах, в принципе, не продаете, да, второй класс у нас был в интернете, да, первый класс у нас занималась, очень хороший пчелка, я даже, ну, просто не буду говорить, кому-то возможно это нравится, вот, то есть, это вот уже сын занимается, он мне уже говорит, давай, давай, что ты тут, у меня, сейчас, я уже, сын, ты сначала научись цифру писать, как мы будем что-то, ты мне умственно скажи, вот, то есть, здесь, ничего лишнего, все адекватно, если здесь вот нарисованы ямки, то ему нужно посчитать количество ямок, оно соответствует числу 7, как это разложить, а в методичке даны, то есть, урок маленький, здесь, вот он, всего лишь урок, да, они его, собственно говоря, да, только они, какие-то учебники, здесь очень много, как пиани, там чего-то, они заменили, ну, чтобы он по современному выглядел, но я еще нервной задачи не видела, здесь, как вот, например, в современных учебниках, как-то я там нашла, по-русски, эти, рыбаки, вы потрошили столько-то рыб, что же я не делала, задачу вообще, потом, а в другой день, они вы потрошили столько, сколько всего у меня вы потрошили, меня, если честно, поверну, это в ужас, я сразу ее вычеркнула, и думаю, что вот точно не прочитала даже, это первый класс, эти потрошенные рыбы, что-то, мне кажется, что-то не совсем, про, а можно, про учение, не совсем про воду, учение, ну, я не приветствую такие вещи, я считаю, что все-таки, нужно учиться на других примерах, вот, здесь у меня деревья, сады, цветы, и чего-то еще, методичка, она помогает, но во втором классе у нас, не делаем методички, я прочитала в русской классической школе, на сайте у них огромное количество информации, ее можно прям вот читать, мы их там заказываем книжки, вот, это одна мама, кто-то слышал вообще о русской классической школе? Да. Да? В общем. Одна там мама, у нее там, сейчас сколько, трое уже было детей, она тоже начала для своих детей искать, но у нее ухватило сил, и она поняла, что самое лучшее это было русское, и вот она переиздала, муж ей помог, они открыли целую школу, она на государственных началах работает, вот, и у них там, ну вот, все книги, которыми они пользуются, у них очень хорошо начальная школа сама проработана, туда можно что-то добавлять, что-то добавлять, что-то свое, то есть мы так и делаем, потому что, ну, еще, кстати, не касалось, да, у них там, очень хорошие учебники по словесности, потому что математика, это хорошо, когда мы все инженеры, да, но вот хорошо, когда мы, мужчины, умеем писать сочинения, красиво излагаем свою мысль, вот, в советской школе это было не очень хорошо, хорошо поставлено, русский язык знали хорошо, знали, писали грамотно, но когда нужно было написать сочинение, начиналась, у многих была проблема написать сочинение, что сочинение-то, нужно написать введение, как события разворачивались, не было структуры, мы все писали грамотно, и вот за ошибки, там всегда хорошая была, а за сочинительство, это была другая оценка, вот, потому что не совсем было понятно, да, потому что я, например, всегда писала сочинения очень уникальные, я могла в такие идеи уйти, и потом думаю, вроде уже как бы надо заканчивать, а я еще даже не поступила к сути, как вообще, то есть оказывается, есть инструменты, эти инструменты можно найти в более ранних царском образовании, вот, а вот в русской школе, в советской, этого не было, то есть какие-то элементы убрали, а может быть не убрали, может они как-то сами оборудировались, но писали это точно грамотно, учебники были хорошо построены, но не было проработано, как выразить свою мысль, то есть как ее вообще донести, то есть оказывается, есть структура, то есть есть такие учебники для начальной школы, мы их в Владивостоке не привезли, это даже не в Чернике, это просто Есенина, по-моему, да, Есенина, тоже в лабиринте, как писать черченение, как писать изложение, то есть на самом деле нужен большой запас слов, то есть нужно найти синонимы, антонимы, то есть это слово не подходящее, а вот это более подходящее, да, то есть должен быть широкий запас слов, вот, и плюс структура, как это нужно написать, для начальной школы вот у Есенина это годится, то есть в принципе можно взять, там такие большие часа, там, по изложениям, по сочинениям, можно пользоваться, то есть дома, в виде, даже, как бы детям это приносят, ну а давай почитаем, сейчас мы от них отказались, но, потому что вот, перешли на другой способ, но во втором классе это было очень даже, и сейчас бы занимались, просто перешли на другой, и времени не хватает, чтобы еще и там, потому что русско-классическая школа, она все-таки, как-то так, там тоже эта тема проработана, что касается русского языка, это Константин Дмитриевич Ульшинский, он жил в 19 веке, но его рассказы, мы можем даже знать, он даже не знает, что он их написал, очень много рассказов, таких, просто их там публикуют, кто-то там, то есть я на Миссис Толстым, его Николаевичем, в разных всяких сборниках, там про лесу, там еще про что-то, они очень хорошо обработаны, и мне они так понравились, что в принципе, когда я, вот это вот, все эти книжки мы приобрели, я стала смотреть, я поняла, что в принципе, здесь даже не нужно естествознание, то, что проходит и читает, и во что вникает ребенок, ну, то есть это, и так, начиналось у нас, как мы, как строить дом, то есть, из каких он состоит, элементарных вещей, да, как это все делается, посмотрели фильм, то есть там даже, вот на сайте уже готовые такие вещи, которые можно просто себе скачать, и, к каждому учебнику, по каждому году, то есть, вот как только посмотреть картинки и фильмы, дети сразу бегут, давай, все будем, будем смотреть, будем это, нам это все нравится, как прялка, как лен, то есть, вот не просто произведение, да, как рубашка в поле выросла, может, зачитала там, есть и свое, это тоже, да, но когда мы это, смотрим, как это вообще на самом деле выглядело потом, как это, сейчас можно найти все это, как лен выглядит, и как его требуют, и какими инструментами, как он потом превращается, вот, это ведь тоже такие знания, может быть, они сейчас и не очень нужны, но, в крайнем случае, ребенок точно понимает, да, что есть лен, а есть синтетического, а с чего синтетического волокна, дальше уже, это аналитическая работа, с чего она, а газосинтетическая волокна, делается из смолы, из какой смолы, вот там, из такой смолы, вот ее вытягивают, она превращает, вот вот смолы, вытягивают, превращается нитка, нитка, она застывает, ее, на станок, и машина делает, Хочешь вот такое плетение, хочешь вот такое, хочешь пократь, хочешь какого-то. Вот это синтетика. Вот подожгли она, кому-то взялась, а это вправо сгорело, как трава. Но мы как бы поняли, что эти знания, они нужны, они как бы из первоистоков идут, потому что, ну как-то им уже нужно ребенку потом разбираться в этом мире. Синтепон на себя деть. Или шерсть. Или, ну то есть мы не можем с ними быть, наверное, всю жизнь там и где-то там ограждать их. То есть они должны обладать определенным количеством знаний, пониманий и потом еще и навыков для того, чтобы мы могли их отпустить и сказать, ну вот теперь вы как бы, да, ну вот все, что могли, мы сделали. Мы дали вам какие-то знания, научили разбираться, научили критично подходить к каким-то там вот, это уже вторая стадия как бы обучения. Это уже после начала, где-то четвертый класс. И вот это в классических беседах очень хорошо сказано, Шамолина Ирина Александровна, она об этом говорит. У нее есть тоже, она тоже свои детей, у нее тоже трое деток, она их обучает. У нее свой подход, классические беседы, она взяла его вообще, как бы начиная там со средних веков, то есть это был тривиум, когда начальная школа это грамматика, средняя ступень, это диалектика, это когда ты обладаешь какими-то знаниями. И ты можешь разбираться, строить, анализировать информацию, и чтобы никто не мог прийти и тебе навязать свою позицию, потому что у тебя есть инструмент, которым ты можешь в море информации разобраться, что есть истина, что истина не является. Какой источник, что это за источник, то есть это вот, я считаю, что это тоже очень важная информация, но она еще не проработана, но еще в этот возраст не вошли, вот, ну вот, мне кажется, что это ценно, да? А потом уже риторика, когда человек может красиво изложить то, что он знает. Бывает такое, я все знаю, но никому не могу об этом не спросить, потому что слова не вяжутся, что-то получается, вот, все знаю, но молчу. Ну, нет, да, слово, да? То есть это тоже есть свое какое-то... Раньше было такое образование, потом от него отошли. Ну, наверное, сейчас к нему снова возвращаются. Одни мамы возвращаются вот так, другие вот так. Русско-классическая школа, это, конечно, не тривиум, но вот, тоже там свои есть прелести. Что касается вот наглядности, вот, какие мы вот публики заказывали. Вот, как вам кажется, это сколько? Один. Один квадратный сантиметр. Вот, когда начинают изучать объем, когда, ну, должно быть, а сколько ловли крышечки квадратный сантиметр? Ну, сто, может быть, сто. Может быть, сто. А может быть, и тысяча, да? Угу. Потому что он уже держал его в руках и понимает, что такое кубический сантиметр, да, кубический метр, кубический метр. И что такое кубический сантиметр? И что такое кубический дециметр? Ну, вот, вот эти вот мы заказали где-то, вот, уже в интернете, Саша знает. Невозможно, хотели сами сделать, но вот такая тонкая работа, что невозможно их было. Это чуть-чуть взяли, показали. То есть, каким образом ребенок прощупывает вот эти объемы? Это работа конец третьего, четвертый класс. То есть, вот такие вот. Ну, кто-то без этого обходится. Мы решили, что если нам более есть такая возможность, и можно заказать, да. Дочери очень нравится все это. Она на палочках делит, складывает, отнимает и, когда она умножает. Все эти методики подробно описаны к каждому уроку в методичках пчелок. Есть методички, их там, полтушки, да, полтушки. То есть, они все эти методички проработали. То есть, там четко понятно. И есть четкое понимание, что, ну, дети не всегда понимают в умножении, что на что нужно умножить. Там же мы можем переставить, и результаты в любом случае получатся, да. Вот у нас есть, например, три килограмма картофеля, каждый стоит восемьдесят рублей. Восемьдесят умножить на три или три умножить на восемьдесят. Результат-то будет один, но математически это неверно, когда мы решаем задачу. Да, я говорю, ну, давай мы возьмем с тобой. Значит, ты предлагаешь три умножить на восемьдесят. Я беру три палочки. Что такое три? Это что мы берем? Сколько я берем, да? Три. И мы возьмем их восемьдесят раз. Чего-то говорит, нет, не то что-то. Чувствую не то, да, как это, не восемьдесят же раз. Нет, мы восемьдесят взяли три раза. Раз я килограмм купила, второй килограмм купила и третий килограмм. Нет, оказывается, вначале должно стоять стоимость. А потом, если без палок, я не знаю, как это объяснить. Ну, вот эти палочки мы тоже заказали в русской классической школе. Изначально у нас были сделаны из бамбука. Наши знакомые тоже сделали из бамбука. Мы так плохо резались и расщеплялись. Ну, вначале с ними работали, но вот эти такие милые оказались. И так недорого стоит же решить их купить. А потом их еще заказали. Теперь у нас тысяча палок. Вот сейчас она в третьем классе изучает вот по таким таблицам. Единицы, десятки, сотни. Единицы, десятки, сотни. Второго класса. Потом третий класс, да? Класс миллионы, класс миллиарды. Я думаю, миллиард палочек мы на миллиарды будем, да? Ну, непонятно, да? Когда мы собрали первую свою тысячку, я нахуй разладаю тысячку. Теперь я понимаю, да? Что такое вот это? Единицы тысяч. Это одна вот такая штука. Их, например, вот тут вот будет. Ну, там вот цифры у нас, да? Например, четыре. Это вот четыре вот такие большие штуки. Она как за единицу считается. Вот. Я их себе представила. Я их увидела. Нам это очень помогает. Вот это я называю образным мышлением. Все нужно попробовать, потрогать, почувствовать. И понимание приходит очень быстро. То есть, как бы, если что-то, например, не идет, да? Я говорю, давай, давай, стоя на нашей палочке. Мы можем было и устно решить, и стоя на нашей палочке. Ну, вот на палочках у нас как-то раз, так все и... А, я понимаю, точно, это же куда? Это же не может быть. Это же что? У нас же всего три килограмма, а не восемьдесят. Смотри. Очень в математике, да, и мое большое значение применяется здесь именно. И в советское время еще во втором классе я, когда у нас не было методичек и была просто распечатанная книга, я нашла советские, где-то там тоже какие-то есть сайты с советскими учебниками, я нашла «Вкусный счет» называется. Мы начинаем любое занятие, да, вот со второго класса, Софья уже четко понимала наше событие. В девять часов у нас начинается занятие. Она идет 45 килограмм. То есть уже не нужно в втором классе было ей объяснять, куда-то ее звать. Она говорила «Филипп, я освобожусь тогда». Мы ставили таймер и занимались. Бывает, пора, фаневай уже там. Причал, он еще не вспомнил. Уже все сделали, я ее больше не боюсь. Разгнали убирать, да? Да. Щелкать, да. По факультуре, быстрее. Да. Вот. Значит, большой рюмой начинается на ваш щелк. Устный счетчик. То есть я сначала пользовалась именно теми, которые распечатала, прочитала, для чего это важно. Оказывается, дети, первый класс, второй класс. Приходя в третий класс, они все равно многие вещи не могут быстро посчитать. И устный счет, ну вот, мозг – это же мышца, да? Ее нужно развивать. И мы ее будем развивать так, как и наше тело, к любую мышцу, да? Уже он там штаб будет, и у нас будет замечательная мышца на руках. Точно так же и мозг. То есть если мы начинаем считать, мы начинаем быстро считать. Есть разные способы, как считать. Есть разные варианты. И ребенок начинает, как бы, соображать похожее. То есть я не на зону скал, не шаг, а на скал. Примерно. А там еще поменьше. Наверное, вот кабелая. С одной стороны, это удобно. С другой стороны, у нас ученицы разбегаются в фломастер. Наверное, здесь хватает силу фломастера. Ну вот, например, вот с несчет. Вот сейчас какой он. Меня, конечно, вдохновила тут комплекс. 480 разделить на 60 умножить на 5 прибавить 260 разделить на 60. То есть Семенов смотрит. И он в своей голове держит промежуточные результаты. Пишется это примерно 2. 480 разделить на 60 умножить на 5 прибавить. 260. То есть я сейчас пишу так, как мы делаем дом. У нас там на губе была новинка. И мы разделить на 60. Нужно посчитать. И таким примером здесь вот 6. Когда не было этой методички, здесь весь урок расписан полностью. Его нужно прочитать, чтобы убрать, что-то добавить. Здесь есть какие-то контрольные. Чтобы мы понимали, когда в тишине ребенок, когда никто не скачет нигде. Как он пишется, когда он никого не боится. И если он что-то не понял, есть дополнительные карточки с заданиями, которые можно проработать. Проанализировать. Вот. Конечно, когда я говорю, все классно, Софья, я тебе 5 поставлю. Она мне говорит, мама поставь какую-нибудь оценку. Я говорю, ну Сой, а зачем тебе оценка? Потому что мы же сами поняли. Нет, его поставь. Мне будет важно. Мне, конечно, беспокоило сначала. Все-таки оценочная, какая-то зависимость непонятная. Ну ладно, давай теперь поставлю. Я говорю, ну тут видишь, что я тут сделала. Ну да, что-то я тут проеду. Я говорю, ты вот на контрольный, пожалуйста. Не надо в общном счете. Ты распиши столбиком. Ну что ты. И вот. Да. Сколько нужно? 480 разделить на 60. Нужно держать цифру, да, умножить на 5. Ее держать в голове, прибавить 260. На самом деле они не сложные. Вот. Ну такая размерка очень замечательная, да. Задача. Значит, на этот самый. Читается эта задача. Ребенок сразу соображает так. Значит, сначала читаю, потом перечитываю ее еще раз, когда она уже в цифры вникая. Сначала поняла суть, потом поняла цифры. И говорит, я сначала вот это найду, вот это так, потом вот это найду и вот это найду. Ну вот, мне кажется, это верный путь. Потому что, когда мы начали заниматься устным счетом, здесь нет ответов для учителя. Она сидит и я сижу. Она уже ответила, я говорю, подожди, я сейчас запишу, я еще не досчитала сама. Она говорит, ну ты пока считай, а я это. И таких вариантов много. Например, там квадраты всякие, здесь много всего. Эти методики, они все есть. И всех можно найти, даже если не заказывать вот это. Можно их найти. Советские педагоги, они это все делали. Они все это писали. Очень много учетов, как решать задачи, как правильно, почему. Мы считаем на счетах. Счет это наша любимая проблема. Особенно, когда их нельзя рано вводить. Но когда мы начинаем считать вот такими вот, да. То есть там одна косточка, а это оказывается сто тысяч. А она одна. Как и в первом классе больше. Поэтому с филиппом у нас одна косточка, а это одна штучка. Пока. В районе десяти. Чтобы было понятно. Вот. А здесь уже понятно. То есть понятно объем. Понятно. То есть и это шаг за шагом. Я не знаю, как можно ли это дать в быстром темпе. Как-то по-другому. Ну и как бы, наверное, и кого-то не буду. То есть вот наш опыт такой. То есть все понятно. Все логично. Все простроено. Ничего не устает. Здравствуйте. Здравствуйте. Все. Не устает. Нет вот такого перегруза какого-то. Потом дается новая тема. Мы ее разбираем. Мы это самое. Потом решается. Я ухожу. Занимаюсь с Филиппом. Я говорю, да. Филипп у нас словесный с тобой. Пойдем. Это шестилеток. Там начинается с четырех лет. Вот в классической школе можно там заниматься. Да. И я почти четыре-пять лет не знаю. Но вот с шести лет я говорю, ну давай, что ты будешь сидеть? Ты, ну, какой-то знаешь? Ну, какой-то знаешь. Ну, давай. Ну, давай. Ну, давай. Что-нибудь поделаешь. Что-нибудь поделаешь. И вон я уже все прошел. Ну, в принципе, уже почти семь. В марте ему будет семь. Вот. Вот он такой азбуку прошел. Вот. А он решает задачи. Вот тебе вот это, вот это. Вот это. Самостоятельно. Останься наедине с собой. Когда ты будешь решать, если есть какие-то вопросы, которые не всплыли. Или, например, я там что-то подсказала. Ты. Они здесь обязательно вот идут. Ну, придут. И ты, ну, задашь себе эти вопросы, да. Или там скажешь, мама, иди сюда. И у меня что-то там, у меня проблема какая-то. Не получается, да. Усток какой-то. Нужно только немного надолкнуть. Ну, или иногда бывает, сын, прости. Сейчас мы будем тут вот это. И мы раскладываем наши палки. Начинаем. Тут все заново, пока не пойдем. Вот. Единственная программа рассчитана, если поурочно заниматься, она рассчитана на шесть дней в неделю, четыре года. Вот. Ну, я вот так думаю, что это... Ну, Софья согласилась. Наскала. Ладно, давай что-то. Какой-то час в субботу. Ну, как. Ну, если что там, да. Бо урока мы как-то не берем. Вот. Ну, что-то можно сократить. Что-то можно не делать. Потому что есть, например, семейное обучение. Кто-то дает какие-то основные понятия, позиции, да. Потом дает решение. Причередиконексит решает. Вот. Ну, мне тогда не понятно, а как вот эти все базовые понятия, которые, как бы, до понимания довести. Если, ну, как-то так вот все обрезать как-то. Что-то у меня тоже не совсем. Ну, возможно, и те методики тоже хороши. Вот. Ну, вот такой вот наш вариант, что касается математики. Устный счет обязательно. Каждый раз. Через, после каких-то тем дается какая-то контрольная. Она сидит и пишет спокойно. Не трясется. Ну, там написала. Что-то как написала, так и написала. Написала хорошо. Рассказывается, что написала хорошо. Бывает, да. Что-то я тут действительно там. Да. Я же вот это вот не делала. Что-то так сама держу. Что-то не так. Но за это никто не будет наказывать. Это очень приятно. Ну, как бы, ну, проговаривали мы с ней. Я говорю, ну, штуку оценка, да. Вот ребенок пришел. Ему сегодня нужно контролировать. Ну, вот он не выспался. Или там что-то дома произошло. Ну, живот у него болит. Или голодный он сидит. И вот он может лучше написать. Но здесь и сейчас он написал вот так. Это не его истинные знания. Он написал так, потому что... Сейчас так сложились обстоятельства. Оценка зафиксирована пошла в журнал. И когда я ей показала, из чего складывается оценка в четверти. Средне арифметическая. Все складывается и делится. Я говорю, а ты представь себе, кто-то по... Ну, просто получил два. И теперь ее нужно, ну, хотя бы натянуть на четыре. Что это нужно сделать? Это же нужно просто быть идеальным потом. Одни пятерки получать. Тогда средне арифметическая там как-то там приблизится. Это ужасно. Это вот так ужасно. Потому что я... Я говорю, есть учителя разные. Кто-то понимает. Я как-то однажды не выучила меня. Я говорю, брат... Дверь я открывала. Уснула, я что-то учила. Естественно, я ранее выучила биологию. Вышла, там что-то лепетала, лепетала. Сказала, ты учила? Нет. Нет. Садись. Завтра расскажешь мне. Ладно. Потому что учителя есть. Понимающие. Вот. Которые знали, да. А есть же вот такие, которые... Ну, потому что я жила в маленьком поселке. Мы там все друг друга знают. А город, там по-другому. Опять же, да? Вот. Шалва. Монашвили говорит, ищите учителя. Не ищите школу. Ущите учителя. Который дает свет. Вот такого найти, может быть, это чудесно. Который действительно будет духовность давать. И, как бы, сначала светом, да, дарит. А потом поведет и скажет, да, сейчас я вам про математику здесь расскажу. Вот. Ну. Мы, как бы, выбрали вот такой для себя путь. Дарить свету. Вот. Оказывается, семейное обучение, оно очень древнее. И мы сейчас вот, например, там какую-то басню читаем. И я говорю, давай сейчас вот тебе расскажу про Крылову, да. Вот он там учился на семейном обучении, да. Там тоже Лаберидис сказала несколько книг. Краткие сведения о самых-таки известных авторах. Авторах, да. Потому что искать где-то вот в недрах, да. Мне проще вот, чтобы он уже был. А если что-то нужно, я лучше где-то еще дополнительно поищу, да. Вот. Оказывается, это на семейном обучении был. Тот тоже был на семейном обучении. Этот семье обучался. А я сама читаю и удивляюсь. Думаю, ну нам же. Они, оказывается, со всей семьей вышли. Там то мама, то папа, то чего-то там это. То он там сам Крылов открыл, там какие-то чемоданы после отца, которые остались у него там. Там отец, он из жизни ушел. И вот они, и он там, чего-то там сам, я говорю, ты понимаешь, он сам латынь выучил. По папе, там какие-то записи. Я говорю, давай вот, нас-то там близко с тобой. Нам уже тоже надо как-то что-то делать. Надо как-то, ну да, английский. В втором классе, мы в втором классе уже английский. Мы не писали в втором классе, потому что, если честно, было не до того. Я все думала, как же так пойдет. Че даже не что-то же там ответить. В школе там по английски. Да, мы нашли английский язык. Тоже через там сайт, где мамы классические беседы. Ирина Шамолина, она много делится своим опытом. И она предложила вот именно вот эту книгу. Книга эта называется «Книгу мы не нашли». Она в лабиринте есть, но ее купить нельзя, потому что она кончилась. И кончилась она уже год, как кончилась. Она называется вот так «Валентина скульптой». Я нашла что-то по самим, ну как бы, сначала я вообще не знала, как амилия, странная скульпта, что же такое. Вот это вот мы ее просто вот сюда вот так вот склеили. Можно ее распечатать хорошо, прошить. Сейчас есть. Ну вот пока мы ждали, когда она прошлется, я уже все это склеила сюда. Потому что уже не могу ее ждать. И на листочке пришлось мне склеивать, чтобы они были с двух сторон. Вот это. Ну, на самом деле, это то можно очень хорошо сделать, то есть время, возможно, и дома приняты армию. Поэтому Саша там на работу и бежал. Ну, может, нажал. И, в общем, короче, как получилось, так и все. Поэтому мы все это склеили и потихоньку уроки добавляли. А потом я увидела, что, оказывается, скульпта это не какой-то там год был 95-й, что ли, да? Я поняла, какие-то задания очень странные. Вот здесь вот по-румски написано, а здесь то же самое по-английски написано. Думаю, что, для глупых детей, что ли? Мы должны все переписать, что ли? Как так? Вот тут вот есть задание. Задание. Вот тут вот перепишите и устно переведите предложение. Здесь нужно переписать по-английски, чтобы она работает. А здесь то же самое и то же и в 10. Переведите и письменное предложение напишите. То есть вы должны их сосчитать в ряд, да? Вы должны их написать по-английски. А здесь уже ответ готовый. Угу. Я не поняла, что это такое. Стала искать. Оказывается, она переизданная. И когда я нашла изначально, в 61-й год, там этого нет. Там и картинки другие. То есть здесь одно, тут другое. И возможности где-то там подглядеть, переписать и сказать, мама, я все сделала метру. То есть нужно соображать. Угу. Вот. Ну и вот та же Ирина Шамолина, она предложила мне начать заниматься в третьем классе. только английским языком. Она же предложила и сказала, она как бы вводит хорошо английским языком. Сказала, что она... Ну так вот для меня она как бы авторитетна в этом плане. Она говорит, я когда поступила на Ильяз и выучилась на Ильязе, мне казалось, я вышла, я знаю все. Когда я поехала за границу, стала там что-то. Оказывается, я не знаю ничего. Я подумала, это же надо. Она не знает ничего. А что это вообще о нас говорит? Что-то мы там как бы... Ну основная масса выходцев со школы, да? Они... Ну какие-то слова знают. Со словарем чего-то могут. Вот. Ну не про всех говорили, да? Но вот в моем окружении именно такие, да? Вот у нас вот со сладова, со школы. Ну как бы... Ну не богатый народ. Англичан. То есть вот там... За что-то я получила даже пихать вообще, и стать школьным. Ну честно, я не знаю за что считать. Не то чтобы пихать. Даже внутри еле вообще с какой-то натяжкой. Просто, наверное, была глупа посимпатична учителю. Поэтому... Ну какая пихать там, о чем там пихать вообще там? Я сейчас заново это все начинаю искать. Заново мы выбрали для... Ну вот... Ошибки, да? Есть они вот. Англ, да? Вот. Мы выбрали письменный алфавит. Кто-то говорит, что... Там сейчас все печатными пишутся. Ну нам-то все равно что-то печатными пишутся. Мы берем и пишем письменными. То есть я искала долго этот алфавит. На ИТС, там все эти буквы, там эти закалюки. В общем, нашла что-то более-менее подобное. Вот она... То есть сначала мы это проходим. Да? Там читаем новые слова. Потом она самостоятельно пишет. Мы печатаем. Мы печатаем. Мы печатаем. Нет. Мы пишем. То есть что-то она... Она пишет... Пишет или пишет? Что она... Перон запишет. Красиво так. Вот. Значит, что я узнала? Для меня было, например, очень необычно узнать, что оказывается обучение чтению, дети англоязычные... Это я тоже. Ирина Шамолина на ее сайте, она там общается с мамой по семейным обучению. Вот. Что оказывается англоязычные дети учатся не менее двухсот уроков читать сначала. У них очень сложное обучение чтению. Не такое, как у нас. У нас оно простое. У них очень много правил. И научиться разговаривать в быту... Вот если с ребенком начинать с малышом разговаривать, он будет очень быстро... Это называется бытовой способ. Очень быстро начнет разговаривать. Очень быстро. Но если ты ему попросишь что-то написать, он не напишет. Потому что он даже не сможет это слово написать. Потому что там оказывается куча букв, которые они даже не произносятся. Почему они там? Я только сейчас это сама поняла для себя. Учу ребенка, сама читаю, такие вещи для себя открываю просто уникальные. И для меня этот язык, если раньше он был какой-то обракотат, сейчас он становится для меня понятным. Нашли на ютубе правильно произнести звуки. За счет того, что мы в русской классической школе занимались фонетикой много, русской фонетикой. Это на звукопределение, да? Вот, например, я с сыном играю, с сыном прибегает, я тоже буду с вами. Я бы что-то свое доделала. Что-то не знаю. Вот, да? Вот слово сон. Какие звуки? С-о-м. Слово мяу. 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 Казалось бы, да? Мне казалось, это М, Я, О. Нет, это не так. По звуку, это же не так. И вот если вот с этой фонетики начинать в русском языке, то есть там написание, там другое, но вот именно звуковое. То есть для них нет вопросов в английской фонетике. Английская фонетика у них сложная. 200 уроков. Ребенок начинает с 5 лет читать. И только после этого ему дают грамматику и вот это все остальное. Иначе он должен все это... Мы нашли такие тоже... Мы там, конечно, сразу побежали, потому что на каком-то сайте можно было там за деньги заказать. Мы нашли. Мы за деньги, мы просто там пошли. Все на английском. Вот такой учебник. Ну, как мы его так прошли, он уже изрядно истрепался. То есть обучение, то есть оно построено, нужно просто понять принципы английской фонетики и правила чтения. Вся книга только о том, как научиться читать. Может быть еще о чем-то хотелось услышать. То есть я вам могу показать, как вот мы делаем, то есть для чего нужно выделить тетрадку, вот такие вот естествознания. Вот по каждой теме. Сейчас я поняла, что вот эта либо тетрадка худая такая, 48. Ну, открываем закон об образовании. Читаем, я думаю, что он уже многие, наверное, знает. Нет? Нет. Читаем закон об образовании. Там есть пункт. Есть семейное обучение, домашнее обучение. Если ребеночек не совсем здоров, то к нему нужно там учителя со школы приходит. Он в школе. Есть экстернат, есть обычное образование. Можно выбрать там какую-то школу. Вот. Аттестация нужна только для 9 и 11 классов. Но многие семейники как бы не хотят спорить и аттестовываются каждый год. Вы не делаете там. А? Вы не делаете, не аттестуруете. Мы аттестовываемся. Аттестовываемся. Разные страшилки там пишут. В общем, о чем думаешь, то и притянешь на самом-то деле. То есть там тоже, может быть, 3-4 года назад, кто заедет. Ну, что, какое-то отдельное образование там, да? Даже вот есть вот судьба, там обращалась, и сказали, Че, ты какое семейное образование? Ты че? Ну-ка давай, блин, ты там что-то с детьми делаешь не то. Вот. Тоже не понимали. А сейчас спокойно, пожалуйста, приходите. Здравствуйте. Мы на семейном обучении. По телефону. Мы на семейном обучении. Да. Мы хотим у вас аттестовываться. Хорошо. Ну, вот сейчас у нас там какой-то день вы можете прийти. Поговорили. Вы как хотите. Можно, чтобы ребенок там побыл в школе? Если вам это удобно. Там с детьми там, да? И вот прямо на уроке, как будет урок, его там что-то поспрашивают. Это будет аттестация, да? Потом какие-то им тесты дают. Им дают какие-то бумажки. Там что-то прописано. Это все распечатывается с ВОСовской, с каких-то сайтов государственных. Да. И дети там сидят, вот это все вписывают. Получают. Не суть важна какая оценка. Это просто аттестован. И все. В начальной школе это просто аттестован. И все. Кто-то говорит, нет, он такой не подходит. Пришли, обратились поздно. Сказали, у нас сейчас тут ЕГЭ, там ОГЭ, что-то какая-то вот. Приходите осенью. Вот вам сайт. Сойдите. Найдите свои контрольные. Порешайте за лето. Приходите там в сентябре. Пришли. Ребенок написал на отлично. Все. Это не значит, что он все знает. Он просто попробовал и у него все получилось. Вот. И он замечательно все на четверке, на пятерке все сдал. Вот. Да. Это, ну, есть можно через интернет. Есть очень много, но там не бесплатно. Если в школу ты приходишь, просто приходишь и все. Вот. Ну, наверное, есть где-то школы, которые можно, ну, может быть, не совсем приветливые там, директора. Вот. Но, я думаю, что, я думаю, что не нужно было бояться. Нужно как бы просто идти, говорить, здравствуйте. Мы такие-то. Потому что в школе тоже дети разные. Понятно, что он там что-то и напишет там. Ну, народ нужен, он все напишет. Все, что ему надо, он напишет. И все. Вы можете в любую такую школу прийти? Абсолютно любая школа для вот… Не прикреплены? Нет никакого прикрепления. Семейное обучение в законе так и говорится. Потому что родители имеют право изначальные, богом данное, воспитывать своего и обучать, образовывать своего ребенка. Аттестация нужна либо для того, чтобы вы получили потом аттестат зрелости в девять классов и в одиннадцать. Но родители делают это чаще просто на всякий случай. А вдруг скажут, а где вы там, да, ну что-то, да. А может быть, кто-то делает это, потому что мамы, бабушки там или еще кто-то говорят, что вы там тут устроили. У нас аттестат есть. Мы вот сдались. А, да. Настали, шучу, хорошо. Или для них. Да. Кто-то так делает. Потому что это, на самом деле, молодежь-то она всегда же движется вперед. А бабушки, они как-то вот еще не совсем понятно. Ну, может быть, лет через десять они тоже будут спокойно к этому относиться. Что семейный класс. А у вас режим дня, распорядок дня есть? Да. Почему вы положите спать? Ну, дети там, сколько стоят? Или как? А сколько занимаетесь? Распорядок дня вам прописан. Потому что стихийность, ну, она как бы, вот, в моем характере я не умею так стихийно, да. Я вот как бы… Ипровизация должна быть запланирована. Да. Разные вещи. Ваши вороны. Разные, разные вещи бывают, да. Разные подходы, там, как бы я там, вот если ребенок, бывает, конечно, если ребенок, забрали его со школы, он уже там поучился. Есть такие родители, которые, вот, ну, что-то произошло там с ребенком, и он потом вообще ничего не хочет. Но, наверное, есть и те, которые спокойно там все вот… У нас не со школы, мы после ничего не хотели. Ну, играть. Жизнь. Жизнь. Налаживается, да. Теперь не нужно. Каждое утро просыпаться, их отец писал, там, что делать у них там, да. Сейчас мы будем целыми днями играть, и вообще все здорово. Жизнь налаживается, мама тут пришла с какой-то его, то есть со своей, чего-то хочет. Вот. Значит, полгода, как бы, мама нервно сидела и думала, что с этим делать. Потом, значит, за полгода мы всю программу прошли, оказалось, там ничего сложного нет. Вот. В первом классе. Потом все так вот постепенно, как бы, главное не давить. Вот. Ребенок, я как бы прочитала много литературы о том, что действительно ребенок, он не может сразу в базе перестроиться. Он же не батарейка, не робот. То есть вот у него жизнь была, сейчас все должно поменяться. Он что-то должен сидеть, вот за это ответить, вот это прочитать, потом вот это пересказать, когда он же этого не делал раньше, а теперь он должен. он уже устал. А там брат приходит, все время спрашивает, когда ты придешь. Я уже там дом построил, я уже что-то себе там сделал, уже там эндопиоту к себе нацепил. Это все, ну, очень нервирует. Поэтому каждый ребенок разный. Разный. Сразу раз и все, у кого-то. Пересплес. Пришел учитель, сказал, так, пошли, сейчас будем с тобой заниматься. Сел, все, там что-то пописали, там все. Сказала, как ручку держать, вот так взяла. Мама сказала, я все равно вот так возьму. А учительница сказала, я правильно взял. Вот есть и такие варианты. У нас тоже, мама, мне так удобно. Я говорю, ну, тебе так удобно, но придется вот так вот сделать. Придется, да. Я буду тебе напоминать ласково. Вот. Ну, и сын тоже так тоже. А если левой рукой ребенок пишет, спокойно пишет левой рукой? Да, и пишет. Да. Надо переучивать. Это же правая руками. Можно учить ему двумя руками что-то рисовать. Это будет вообще... Ну, а как вы решаете вопросы с тем, что вы вообще не знаете? Игра на скрипке. Ну, дочь тоже там сказала, ну, а, ну, хочу, я думаю, как она выглядит. Я говорю, ну, хочется, что она стоит. В первом классе мы тоже все вырвались, она свободна. Мы детям ничего никому не должны, когда захотелись встали, когда это самое, там, как бы, не было никакого графика. Утром у нас были, как бы, должны были начинаться занятия, у нас всегда начиналась, и гимнастика, там все, это как-то их бодрило. И все. Вот. И потом, значит, она пела, очень хорошо поет у нас. Потом она ходила на гончарку. И к нам приходил учитель по музыке. И они купили, ну, это, как это? Электрофера. Электрофера, да. Потому что он там на ножках и несколько тяжелых. Вот. И... Что? И по английскому, да? Вот. Времени реально ни на что. Я говорю. Это просто капец. Это какой-то... Значит, тогда нужно навести быстрошмот, потому что сейчас придет этот самый, да? Как бы... А комната... Нет, ну, была поддельная комната. Заходи, да. Вот это все, да? Там, сына куда-то... А он говорит, я хочу здесь на Тарзанке кататься. А он пианино свою поставила. Это... Ну, это реально-то надо подумать. И потом я поняла, что это слишком много. В первом классе этого точно не надо. Да, им нравилось вот это все, да? Там глина, они там занимались. Вот они же там... В рамках города, чтобы куда-то перемещаться. Квастники там, это все. Нам приходилось очень быстро-быстро-быстро-быстро позаниматься, потому что все, сейчас все, мы уже успеваем поесть, нам срочно нужно бежать. Потому что мы не успеваем. Там мы попели. Филипп там поспал, пока они там пели. Потом... Это было капец. Я потом подумала, зачем мы это делаем? И моя знакомая, она тоже сказала, господи, как это? Все ничего не понимая. Она себе научает даже все время отдыхать. А я просто устала. Мы рисуем, мы что-то там пляшем, мы что-то... Я говорю, ты знаешь, я говорю, мне кажется, мы очень много на себя взяли. Она вообще еще ничего не поняла. А мы уже куда-то его потащили. Поэтому мы сейчас... Пиано у нас стоит. Заказала я сама учителя. Ну, у меня... Я в детстве тоже занималась пианино. Всего два года, да? Вот. Я говорю, Ставь, для чего ты хочешь? Вот прям вот музыкально хочешь? Если бы прям вот все. Это надо, конечно, в музыкальной школе. Это нужно вот все. Да? Нет, я хочу просто сочинять свою музыку, петь там что-то. Попробую. Для этого... Доча, я... Мы сейчас... Я заказала, открывала лабиринт, смотрю там, да. Как бы все подряд врать не надо. Нужно очень сильно все подбирать. Есть учителя, которые действительно с душой пишут всякие учебники. Мы заказали там все подробно, вся грамматика, все-все-все. Все сольфеджио. Вот. И каких-то даже в виде сказок каких-то. Даже Филипп говорит, мама, все, я тоже буду заниматься музыкой. Вот. Пока он только вот так, но как бы тоже буду там. Мне тоже... И все. Многим сольфеджи не нравится. Вот именно. Мы это пропустили сольфеджио. Есть, которые, например, я знаю водителя, который играл на скрипке. Родители хотели, или он хотел. Ну, в общем, он играл на скрипке в школьные годы. Потом он закрыл все это, положил. И потом, когда его жена, ну, теперь двое мальчишек, он сказал, только частный учитель. Никакой школы. Вот этой вот государственной, как она называется. Вот у него такой опыт. И вот Шамолин, она тоже про свой опыт говорит. Она говорит, ну, Злогоролин. Что я говорю? Вообще, говорит, оттуда все боялась. Тоже играла. Не знаю, на чем она там играла. Но вот как бы у меня со школы там вот одноклассница тоже играла. Рояль закрыла, и все, и задвинула его. То есть она отучилась 7 лет, которые были положены. И все. Но это... Но это не привило любовь. К музыке. Угу. То есть если у меня говорит Софья, ты знаешь, мама, к нам стал приходить учитель, она мне там что-то показывает. Я вот это хочу, она мне вот это показывает. Ну ладно, хорошо. Но ты знаешь, она уходит, а мне совсем не хочется придумывать свою музыку, которую я придумывала раньше. Наверное, нужно сделать паузу. Наверное, нужно подумать. Я подумала, действительно, в этом, наверное, что-то есть. Может, не нужно там вот пытать, как бы, а сколько людей занимается музыкой. Но нужно славить классическую музыку. Это обязательно. Это тоже обходит. То есть вот какие у нас занятия. Русский язык. Ну, разграничим русский язык и словесный. Русский язык, чтение, если так вот по-советски. Математика, наука о земле, о животных. То есть полностью вся классификация по-научному. И каждый вид мы рассмотрели отдельно. Полностью все. Вот это все в таблицу выписывается. И потом это как студия, что делается, что делается, что делается и запоминается. Да. Значит, растение. То есть это, ну, суть это вся, даже вся школа. Да? Анатолию еще не брали. Это сейчас скажу. Вот. Потом английский язык. Рисование мы заказали. Я там тоже заказала книги. Дети рисуют сами. Я просто показываю. То есть есть учебники, где можно показать, как рисуется по пропорциям человек, к клеточкам. Там нет, не по клеточкам. Там просто есть пропорции. То есть вот как Леонардо Давидовичи, как он рисовал. Все и золотая пропорция. То есть нельзя, если только нос там, да, там если только бойга. То есть все изначально очень гармонично. То есть нельзя такие плечи какие-то там, да. Все. И когда вот понимаешь все эти пропорции, да. для того, чтобы все состоит из, например, как слона нарисовать, там, большой овал, там, нос там. Все это, все нужно это все видеть. А что это за книги по рисованию? Неменский. Он создал целый, у него есть учебники, которые он создал по, я не знаю, до какого класса, там, до восьмого или до девятого. Все по программе прописаны. И что и как говорить. Завязались с методическими пособиями. Насколько я понимаю, что методические пособия не всегда нужны, потому что их можно почитать. Но, как бы, вот я сегодня хочу про это рассказать. А они хотят нарисовать слона. Им не нужен листик. Никакой. Не нужен листик. И что делать? Ну, значит, ну, слона нарисовать. Это не математика. Вот. Поэтому открываем, смотрим, что она нравится. А вот это передумано, на что оно похоже. Надо что-то с ним сделать и дорисовать. Это тоже, как бы, такой творческий подход. Это все у него есть. Очень здорово. На самом деле, если так будет покопаться, очень много то можно... Информация тоже приходила не сразу, да? Где-то, вот, ходишь, думаешь... Даже чтоб еще рисовали. Вот, соседка ходит, рисует. Мы сейчас поедем. Мы вообще, нас это завалим, то завалим, это... Как бы... И тут сразу, о, оказывается, есть немецкий. Как хорошо, что есть такие люди, которые подсказали нам. Где-то информация какая-то пришла. Почитала. О, как здорово. Все нам подходит. Берем, будем смотреть. Все подробно. Даже не рисующим родителям. Вот. А рисующим так и подавно. Вот. Ну, вот. Как-то вот... Давайте сейчас я еще раз расскажу. Получается, чтение, русский, математика. Значит, три науки, которые мы пока взяли. Это вселенная. Нет, вселенная, думаю, сейчас. Так, вот. Окружающий мир получается. Ну, это не окружающий мир. Окружающий мир, это... Сын мир, окружающий мир. Естественно, да. То есть, это наука о земле. То есть, полностью вся, как бы, состав земли и все, что на ней происходит. Воду пока еще не брали. Вот. Можно у нас... Да. Растения, животные. Значит, история. Можете посмотреть. На самом деле, как бы, вот эти книги, их все можно посмотреть. А куча семинаров, русская классическая школа. Что Ушинский писал. Когда мы вот здесь вот, например, читаем про корову. Да? Или там, например... Да. Смотрите. Это уже и есть естество знания. Это второе, да? То есть, здесь ничего не кажется. План, класс. Потом мы рисовали, мы узнали класс в своей комнате. Такой вопрос. Сейчас у нас наступление искусственного мира, технократического, а в последнее время еще и цифровой мир. То есть, люди уходят там в планшеты, в интернеты, дети. Как вы с этим? Я так понимаю, что у вас телевидения от телевизора нету. Вы как-то... Ну, все равно мультики же они какие-то смотрят, советские. Или как вы к этому относитесь? Как к планшетам, к играм? Вот. У вас как с этим делается? Ну, вот так получилось, то телевизор у нас сам отключился. То есть, вообще, мы... Да. Ну, есть игры же интеллектуальные. Я как бы не знаю таких игры интеллектуальных. Я думаю, что они не дают образного мышления. Они могут что-то подсказать. Наверное. Но эта информация, она пришла и ушла. Ну вот, это мое такое понимание. Пока не пощупал, не увидел и не сделал, очень сложно судить. На самом деле, время, наверное, покажет. То есть, я предпочитаю не чтобы ребенок с телевизором общался, а чтобы он общался со мной. Вот. И тогда есть контакт. И тогда есть... Мы в это время можем... Это же и есть жизнь. Но... Я знаю, что кто-то говорит, там, например, мужа, вот мы там, если подтянуть, там, он какую-то там программу ему делает. Мы этого не делаем. Я не буду судить, плохо или хорошо. То есть, мы этого не делаем, да. Как бы, когда я хочу включить на Ютубе, на нашем нашем телевизоре что-то, я включаю телевизор, и там какая-нибудь реклама. Обязательно кто-нибудь бежит или орет, или там какой-нибудь с ножом кто-то на кого-то прыгает. Как бы, и дети говорят, о боже. И я пытаюсь сразу выключить, потому что сначала идет вот телевизионное, да, что там, а потом только я могу. Я говорю, боже мой, как мне это надоело. А мне нельзя, говорю, это отключить. Вот, чтобы я включила, у меня был черный квадрат Валевича, я нашла то, что мне нужно, и мы на большом экране посмотрели, то, что я хочу рассказать. И однажды я включаю, а там что-то нет. Я говорю, что такое? Что-то визор сломался, что ли? Какой-то командёр приходил, что-то там делал, соседи отключал. Не знаю, что нас отключил. Интернет работает. Я говорю, это может, меня просто услышали. Я говорю, да давай не пойдём, не будем. Я говорю, зачем мы будем там что-то делать? Выключили, и вот мы уже живём, вот, и всё, что нам нужно. Я считаю, что это очень здорово, что я могу найти кучу книг, литературы, информации, фотографии. Мне нужно ехать на какие-то горы, чтобы это всё фотографировать. Это всё здорово. Но это не развлечение. То есть, как бы, и дети видят, что если я что-то делаю, готовлюсь к чему, что ты делаешь? Я вот сейчас готовлю вот такое занятие. Ух ты, как здорово, да? Пещеры посмотрим. Карстовые пещеры, что это такое? Вот. То есть, мы их можем увидеть, да? Мне нужно в Крым ехать. Вот. Как это всё происходит? Там даже есть, вот, кто-то такие молодцы делают, ну, какие-то, как это сказать, анимационные, да, такие вот, какие-то вещи. То есть, я могу представлять, как это могло бы быть, а они взяли и сняли компьютерный какой-то фильм про это. То есть, дом короткий. Это всё здорово. А тем нужно пользоваться. Я считаю, что тем нужно пользоваться. Но, видите, там же разные, вот, пишут. Вот, стала я искать, когда стала заниматься естествознанием. И я начинаю искать, сколько там было. Вот эта гора, я знаю, что она по-другому называется, потому что я уже знаю это. Они что-то так называют. Это неверно. Ну, знание, может быть, да, и знание – наша сила. Поэтому, я понимаю, очень много ложной информации. Её нужно уметь, ну, как-то вот, вот это туда, а это сюда. А пользуемся только вот этим. Потому что, ну, мой подход вот такой. Мультфильмы смотрим. Мне очень нравятся советские мультфильмы. И пока дети не говорят, ай, мамочка, какая-то кота. Оборудование, смотрим, это здорово там. Им нравится. То есть, они советские мультфильмы. Советские мультфильмы, да. Песенки советские, да. Просто они ещё не сушаются такими всеми другими. Поэтому только покатывайте такие. Ну, и там, там хорошо. Там удобно, там приятно, там красиво. И поэтому покатывайте так. Станут староцлее, возможно, конечно, они же выйдут в мир. Мне кажется, нужно постепенно. Что-то у них другое, но они уже с другими знаниями. Гонок родился. Мы же не сразу не потащили его там. И начали ему там показывать всякие там избороны мира. Правильно? Да. Он там свободно лежит там, да. Потом там чего-то куда-то уходит. И во двор мы его не отпускаем. Даже когда он научился ходить. Иди погуляй. Вечером придёшь. То есть есть зона, где он в безопасности. И когда ему ещё там девять, десять, одиннадцать лет. Есть тоже зона, где он уже может свободно. Где может ещё с родителями. А где родитель ещё стену выставил. Опять же, разумность родителей всё зависит. Вот. Как бы. Мы же не пойдём в злачное место. Пусть всё увидит. Ну, нормально же. Ну, голову тащить куда-то, да. Но отношение. Сначала духовность, а потом знание. Отношение к добру и злу должно как-то взращиваться. И потом уже будет сам выбирать. Это хорошо и видно через Мизмурей. Вот ещё по истории хотела сказать. Вот когда вам такие книжки поют истории. Считаю, что её тоже нужно учить. Вот сейчас дети учат песни. Тоже у Ирины Шамолиной. Она там у неё целая линейка там своя. Они песенку выпустили про правителей. Правителей России. Дети её поют. Начиная с Юрикой, заканчивая Путиным. Полностью всю по векам. То есть они её знают. И хочу сказать. А вот это Евгений Юрьевич Спицын. Это пятая книга по истории. Он здесь был 20 лет. Он потратил. Вот только концептуал. Можно заказать. Вот концептуал. Её можно заказать. Но можно и Мабиринти заказать. Если с ними дождаться. В общем-то она там дороже. Вот. Здесь очень много фотографий. Тофья берёт отсюда карты. Пишет. Вот карты. Мы сейчас изучаем. Древняя Русь. Десятый век. Начиная с Юрика. Вот мы её. Первое знакомство с Родиной из русской истории. Мишинский. Мы решили давать классику. С пояснением. А потом. Вот мы уже прочитали что. Тоже можно на сайте русско-классическая школа найти. Вот он. Рюрик. Вот теперь Олег. И читаем, как это было. Читаем дополнительно что-то. Здесь иногда конечно, В то время не было желания. Какие это были. Чисто они были такие. Действительно это такие воинственные там. Может быть нетерпимые. Может они были другими. Вот. Ну, не нам судить, наверное. Поэтому, как бы, вот они поют эту песенку, запоминают всех правителей. И мы читаем русская классическая школа, детский мир, третий год. Здесь история. То есть ничего не нужно, если кто-то из родителей возьмет для себя, и будет просто заниматься политикой. Здесь тоже есть методичка. О чем поговорить? Как поговорить? Раз в неделю. Вот, кто такой Олег? Вот, здесь идет сначала историческое описание, а на второй урок, вот, песня о вещи Олеги. Вот, сейчас нам ее нужно с дочерью выучить. Ну, в смысле, ей выучить, мне помочь. Ой, это же история. Ну, этих нескольких книг, это шеста, пят, шеста. Вот, Анюш, наверное, так вот фотами. Я сфотую, сфотую. Спич на учебнике, в принципе, у нас все. Молодцы, умнички. Ну что, я предлагаю огромный аплодисментов, да, Великтору? Нужно изучить всю хронологию событий без давания подробностей. Было вот такое царство, оно было примерно в это время, там было такое действующее лицо, вот это произошло. Все. Ребен у меня есть в машине, карточка есть там, весь исторический, мы сейчас, кстати, не заказали, и им тоже не кустного подойти. То есть, хронология, рассказывайте, вы четыре дипопарки. Да, четыре дипопарки, сейчас что-то. Без нас учат, это вся история мира всего. Потом, на это, это как основа, как жива. А потом, когда я уже знаю, когда это было, вот сейчас, например, посмотри фильм Гардемарины, да, она говорит, ой, там вот эта вот Елизавета. А, она в то время жила, я уже понимаю, да? А вот что там было? А у нас есть книга Костомарова. Мы открываем, ты знаешь, действительно, и не был такой бунт, да, и у Пухина там была, и вот это все, как бы не надо судить, что-то на самом деле происходило. Ну, вот историки так пишут. Вот. Да, я понимаю. А центр первый, а вообще лично загадочное. А вот, смотрите, что Чужинов про него говорит. Разные позиции давать. С разных сторон, да? Но не осуждать. Ну, как, вот. Есть вот такая позиция, есть вот такая. Как там было? А кто знает? То есть мы очень долго тоже думали. А как вообще это давать? Потому что сейчас столько всего про эту историю, и кто вообще не то, и здесь вообще не так, и все. А что давать-то? Получается, кто знает, да и нет. Ну, решили вот. То есть вот есть исторические факты. И я говорю, вот это да, про юрик. А в каком-то время писали про юрик? О тринадцатом веке. А когда это было в девятом веке? Правда или нет? Не знаю. Но вот так вот. То есть ты говоришь, может вы вырастите, может вы какие-то новые курганы, там найдете какую-то информацию. Вот. Ну, а на крайнем случае нельзя историков, мы решили, что нельзя историков. И учебы, руки, сказать, что все было. Все гитарами занимались ерундой, а мы теперь все умные и все живем в Тартарии. Единственные. Вот. Как бы. Решили, что классика. Нужно как бы придерживаться конвы, но пояснять. Преподавание предметов, литературное чтение, русский язык, окружающий мир ведется по классическим учебным книгам Ушинского «Родное слово», «Детский мир» и «Христоматия». По математике используются учебники арифметики «Пчелка и Поляка», по которым советская школа успешно учила детей до образовательной реформы 1970-х годов.